Азбука спорта Разыграют 10 комплектов медалей И возможность попасть во взрослую сборную страны На торжественном мероприятии В физкультурно-спортивном комплексе Побывала наша съемочная бригада Гимн, немного национального колорита И торжественный парад спортсменок Уже в первый день чемпионата России по боксу На трибунах яблоку негде упасть Для наших спортсменок усиленная поддержка болельщиков Дело, конечно, приятное Но и ответственность двойная Ну, это как, с какой стороны, посмотреть Это и уверенность, потому что за тебя болеют Да, за тебя поддерживают Тебя верят, родные стены помогают А с другой стороны, это большая ответственность И ты начинаешь психологически волноваться А вдруг, а вдруг кто Ну, я стараюсь все мыслить в нас И спокойно все воспринимать По результатам первых поединков Одна из восьми наших представительниц Эржена Бадмаличинова К сожалению, выбыл из чемпионата От комментариев отказалась Сказала лишь, что, похоже, перегорела Еще до выхода на ринг Остальные семь девушек продолжают биться За медали турнира Организаторы отмечают, что волнение есть и у них Соревнования федерального масштаба Диктуют высокие требования подготовки Когда ты организатор, конечно, очень сложно что-то чувствовать Потому что ты в организации весь Но в любом случае это эмоции Это переживания за наших девчонок Чтобы как минимум, чтобы без травм Чтобы вошли в призы И принесли медали для нашей республики Мы видим, что у нас все организовано Все участники прибыли С нашей стороны организовано Все бытовое сопровождение Проживание, питание, транспорт Подготовлен спортзал, соответственно, тренировочные площадки И, конечно, главный ринг, на котором проходят все бои Медали бурятские болельщики однозначно ждут От Кристины Ткачевой и Натальи Шадрины Дарима Сандаковой и Людмилы Воронцовой Но бокс сделал непредсказуемое И вырвать победу в поединках может любая из полутора сотен участниц Чемпионат продлится до 24 марта В эфире АТВ мы покажем самые интересные моменты женских боев Никита Суханов, Алексей Жилин, телекомпания АТВ В продолжении темы у нас в студии участница чемпионата России Эржена Бадмаринчинова Эржена, привет! Мы знаем, что ты участница соревнований Но, к сожалению, уже вылетела Расскажи, как вообще такое произошло? Я считаю, что, может быть, мне не хватило опыта То, что только в этом году я перешла выступать по женщинам Ну и, конечно, опыт, тренировки И, может быть, чего-то не хватило Будем работать Ты же, ты пять лет занимаешься уже боксом? Ну да, нет, пять будет в конце года Ну, то есть это такие первые крупные такие соревнования для тебя, получается? Ну, по женщинам, да А по юниоркам Ну, юниоры, там всего лишь один год разница А по женщинам здесь уже Все равно видно, когда Кто женщина уже давно А кто только-только перешел То есть ты только стала женщиной? Только, да Так и расскажи, как тебе вообще было При наших трибунах полных И какой-то ажиотаж, возможно Или давлело это на тебя Или наоборот раскрепостило? Да нет, как бы там Просто бывает такое, что как Ну, все надеются на тебя Все думают, что ты выиграешь А ты выходишь и проигрываешь Ну, вот это Как на совесть, да? То есть сейчас грустно как-то на душе? Ну да То, что все думали Раз ты там СФО выиграла Должна там и Россию выиграть Ну, не получилось Ну, сейчас у тебя есть какие-то Вот, может быть, проанализировала уже ошибки И как в следующий раз быть? Ну да Надо больше тренироваться Упорнее И будем стараться Учитывать все свои ошибки Потому что у тебя-то Как я понимаю Коллеги очень сильные Потому что у нас и Кристина Ткачева И Наташа Шадрина с Людой Да, конечно То есть? Ну и просто физически слабые По сравнению с женщиной С Кристиной Ткачевой Ну и даже с Кристиной Ткачевой С Людой Воронцовой взять То есть Ну, у тебя какие-то У вас есть, может быть, внутри команды Какие-то, может быть, ожидания от соревнований Или какой-то, может быть, медальный даже план Кто что должен завоевать Или просто Как получится, так получится Ну, нет Кристин и Людой должны То есть Два золота минимум Ну Дарима Сандакова Наташа Шадрина Четыре золота минимум Да Да, минимум четыре А вот еще остальные В общем, у вас же восемь всего У нас восемь Кате, Грате и Дулма Ну, им тоже жеребьевка не повезла А никогда? Сегодня? Сегодня, да Кате сейчас скоро А Дулма в вечерней программе А ты же вышла на одну из таких Достаточно сильных соперниц Ну Ну да Поэтому Сошнемся на жеребьевку Если бы не она Ты бы как бы была в медалях Ну, может быть Возможно Так вот Расскажи о самом турнире То есть Все равно Классно в родных стенах В стенах выступать все-таки Ну да Хорошо Группа поддержки Влияет Я вчера видел У тебя там куча друзей Все приходит Да Влияет группа поддержки на тебя Ну и как бы Родные стены помогают Как говорится Ну, бедем не для меня Не, может ты просто перегорела Потому что Ну, есть такое, есть, да Ну, как без этого Потому что Когда объявляли Улан-Удэ Просто Любой раз Слышно было Как трибуны взрываются Аплодисментами Да, ну В принципе Соревнования, мне кажется Организовали хорошо Даже Открытие такое было Ну, они хотят не Соревнования, а так Шоу Чтоб это запомнилось Что первенство России Чемпионат России Еще ни разу таким не был Вот еще и на финале Айфон Икс будут разыгрывать И призовые Очень хорошие А какие призовые? Денежные призы Ну, больше Ста тысяч рублей Ну, около ста За первое место? Да Вот, то есть Ты дополнительно ждешь победы От своих коллег Чтобы проставились хорошо Ну, может быть Вот, расскажи теперь О самом начале пути Когда тебе было 14 Что тебя сподвигло Пойти в бокс? У тебя был парень Боксер И вы решили Нет, просто мне Как сказать Ну, я занималась И волейболом Теннисом Там Танцем Смежные с боксом Дисциплины И, получается Объявление увидела Просто мне Дома не нравилось сидеть Ну, и все И я записалась Пошла Походила А потом Соревнования Через два месяца Получается Ладно, я поехала И родители были против А я сказала Типа Когда мне нос разобьют Ну, тогда я брошу И все Я поехала Там Выиграла Как раз Это был Конец света И с того момента Тебе не разбивали нос И ты решила остаться Нет, один раз Меня разбили На переходной России Это когда я уже У Бадмутириныча была Ну, там С 51 Килограмма 54 перешла И удары Такие жесткие были Ну, и Один раз разбили Ну, и все-таки Не бросила Ну, это тебя Получается Не выбило Из колеи И ты Не, ну, бывают Такие моменты То, что Вот, все Я не буду боксировать Все, мне надоело Надо учиться А потом Ну, не ходишь на тренировки Там месяц Ну, даже летом И все равно Охота, охота Делать нечего Уже Занять себя нечего Просто лежишь в постели Раз Что-то побоксировала Думаешь, что надо Сходить с девчонками Ну, может быть, да И такое бывает Так, и ты дополнительно Притом учишься сейчас Еще и на юрфаке Да, учусь Ты, скажи Ты юрист Боксер Ну, как Тебе несложно учиться Вот это все совмещать Или какие-то поблажки делают Ну, и делают Но не такие, как на спортфаке То есть А у вас есть кто-то со спортфака? Люда Воронцова То есть понятно, что Да Не, ну, есть, конечно Некоторые понимают То, что вот ты там Некоторые Когда на соревнования ездишь Места занимаешь Там тебе пятерки ставят А так Ну, они строгие Все Был какой-то случай Когда тебе бокс помог в жизни Ну, в прямом смысле Допустим, с парнем гуляла Вот нам Рассказывала одна из ваших Подопечных Говорит, кто Что вот она гуляла с парнем А у них возникла проблема И как бы она защитила парня Такого не было? Нет, не было Ну, как бы я на улице Руки не распускаю И ни разу не было такого Ну, просто то, что Бокс может быть Как сказать Дисциплинирует тебя Характер У тебя, может быть, жестче Сдержаннее становишься Ну, это как-то дома проявляется То есть, допустим, ты там поссорилась Взяла стену, ударила А, нет А, хочешь, чтобы твой ребенок был В бокс пошел? Ну, точно нет Нет? Почему? Это же дисциплина Ты что, вам скажешь? Ну, лучше Ну, мне кажется, для сына Ну, если сын будет То Либо борьба, либо бокс Ну, может быть, срежба из лука А девочка Танцы, волейбол Ну, твои родители так же думали? Ну Может быть Ну, и как бы Сейчас не жалеет То, что Отпустили меня Так, а какие сейчас у вас ближайшие Вот это первенство пройдет? Ну, что, чем-то от России Что дальше? Ну, получается, сейчас Кто там в тройку зайдет Они едут на сборы И С сборной России? Да Отбор на мир у них идет Европа, мир И оттуда формируется После мира формируется К Токио Да, в Токио кто едет Так, а для всех остальных? А так, не знаю пока А, ну, простые тренировки? Ну, да, пока так Ну, может быть, там Какие там В Чите, может быть Не знаю То есть выезды будут? Да А ты уже Ты путешествовала? То, что вы Как всей командой Выезжали на какие-то соревнования уже? Да Мы недавно с Читы приехали В январе с Сифо А, такие более Более масштабные выезды? Ну, мы в Сербию Трасс должны были ехать Но Нас не пропустили Почему? У нас согласия не было родителей То есть Вот такая мелочь Все решила? Ну, просто мы забыли и сами И Все девочки? Или там несколько? Нет, нас двое было А И нас не пропустили И мы не поехали Какого тебе было на душе? Ну, мы плакали А когда проиграла, сейчас плакала? Ну, когда папу видела, поплакал То есть Тогда было обиднее? Да, ну Как бы Раньше было такое То, что проиграла Все, плачешь Ну, а как Слезами Горю не поможешь И Потом Как бы это Сформировалось То, что проиграла Да, проиграла Значит, так Должно быть Наверное Вчера Папу увидел И как-то Может быть Да Ну, родственник Всполнил о Сербии Папу И Слезы сами Потекли Все Спасибо тебе огромное, Жена Было очень приятно Как я понимаю Ты сейчас пойдешь Болеть дальше за наших девчонок Все Им удачи Мы в них верим Хорошо Спасибо тебе огромное Пожалуйста Четыре золотых медалей И общекомандное третье место Таков итог Юнигорского первенства России По вольной борьбе среди глухих Для бурятской команды На пресс-конференции Чествования спортсменов Побывал и я, Никита Суханов Ване Максиму всего 15 лет И большую часть И большую часть своей жизни Он посвятил борьбе На первенстве России В городе Владимир Он был впервые И считался одним из самых молодых спортсменов Но это не помешало ему Дойти до финала Где его ожидал Тувинский борец Поначалу проигрывал Но по ходу боя Изменил тактику И добился заветного результата Признался Новоиспеченный чемпион Запомнил, как он работает И, получается, головой как бы держит Я понял, что вот это моя ошибка Неправильный сделал Нужно сделать хороший захват И, получается, последние 10 секунд И, как бы, было очень волнительно-волнительно И вот я положил его И выиграл Первое место занял На высшую ступень педестала Также поднялись Руслан Тарпенкеев Николай Берельтуев Сергей Юфтюгин Мотивация была бешеной И не всегда спортивный интерес Был на первом месте Мои друзья-одноклассники Двое взяли Вот, получается, они все вместе Учатся первое место И я вот сказал, что Нужно три одноклассника Будут первое место И когда начал уже выходить в финал Было страшно Тренер сказал Успокойся И приемы все сделал И я пошел Начал бороться Накаты делать И первое место занял Очень обрадовался С тренера обнял Сергею Юфтюгину В отличие от своих одноклассников Некогда почивать на лаврах Уже 19 марта Он, как самый старший член команды Представит Бурятию На молодежном первенстве России Под конец пресс-конференции Спортсменов ожидала Еще одна приятная новость Мы ездили на чемпионат России Предварительно Разговаривали С руководством федерации Борьбы России О проведении первенства России У нас в Улан-Удэ Речь о 2019 годе Победители первенства России Попадут на 19-е Сурдолимпийские игры Которые пройдут в Армении Сейчас все на стадии подачи заявки Осталось дождаться решения Международного комитета Сообщил директор Спортивно-адаптивной школы Никита Суханов Анатолий Пляскин Телекомпания АТВ Уроженец Улан-Удэ Владимир Гранат Включен в состав сборной России На товарищеские матчи Из Бразилии и Франции Которые пройдут 23 и 27 марта соответственно Защитник Казанского Рубина Скорее всего Выйдет в стартовом составе И не имеет неплохие шансы Поехать на предстоящий Чемпионат мира по футболу А как вам запрыгнуть В последний вагон Уходящего поезда И стать частью Грандиозного праздника Узнаете далее Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжим говорить О всероссийских новостях спорта На выходных прошли 5 матчей 23-го тура Чемпионата России по футболу Краснодар неожиданно уступил Уфе со счетом 0-1 А Рубин проиграл Спартаку 1-2 На 80-й минуте победный гол Забил Луис Адриана Артем Дзюба Один из кандидатов в сборную Нападающий Тульского Арсенала Сделавший дубль ворота Ростова Признался Что готов из своего кармана Заплатить 120 тысяч евро Чтобы выйти на матч с Питерским Зенитом Ведь по условиям арендного соглашения Именно такая сумма Допустит участие Дзюбы в матче Теперь о Лиге Европы И о нашем единственном представителе там Это московский ЦСКА В результате жеребьевки В 1-4 финала Наш клуб сыграет с лондонским Арсеналом Первый матч пройдет уже 5-го апреля в Англии О биатлоне Наша мужская сборная заняла 3-е место в эстафете На финише Антон Шипулин Который бежал на 4-м этапе В упорной борьбе проиграл биатлонисту из Австрии Ну что ж Это первая командная бинар для нас в этом году Поздравляю И о теннисе Российская спортсменка снова в топ-15 сильнейших 20-летняя Дарья Касаткина По итогам турнира в Индиан Уэлси Поднялась на 11-е место в общем рейдинге WTA У меня пока все А теперь моя любимая фитнес-рубрика с очаровательной Екатериной Смотрим, наслаждаемся и повторяем за профессионалом Сегодня мы будем делать суставную разминку И начнем мы с шеи Наклоны вправо-влево по 10 раз А теперь круговые движения плеч вперед-назад Следующие локти Вперед-назад Круговые движения тазом Круговые движения ногами И вторая Круговые движения парень Вправо-влево И голеностоп И вовнутрь Другая нога На этом наша разминка закончена На этом наша программа подошла к концу Я с вами прощаюсь До новых встреч Субтитры подогнал «Симон»